Проблема так называемого глобального потепления. Ну, внимание общественности беспрецедентное. Поэтому здесь уже уместно слово глобализация. Потому что Монреальский протокол подписали уже около 200 государств. По поводу Киотского протокола мы недавно помним, вот в декабре 2009 года тоже собрались в Копенгагене на уровне президентов. И самое интересное, что приняты реальные меры. Вот в рамках двух этих международных объектов, которые прямо, экологические проблемы, влияют на научно-технический прогресс. Потому что виновником объявлена промышленность и наложены тяжелое бремя, особенно Монреальским протоколам, когда из использования изъяты, опробированные, технологичные, абсолютно безвредные для человека, но объявленные вредные для озонного слоя, ну, там, фреон 11 или 12. И вместо них внедрены в наше с вами пользование отравляющие и взрывоопасные вещества. Ну, для примера, давно далеко ходить не надо. Покупаем баллон монтажной пены крупными буквами, красненько по желтенькому, а зона безопасна. А мелким шрифтом там что делать, какому врачу бежать и как быстро, если, не дай бог, что-то ты вдохнешь. Это вообще, значит, попытка поставить под контроль энергетику всей планеты. Под контроль, ну, неким каким-то комиссиям. Эти два крупнейших международных соглашения не имеют под собой никакого научного основания. И вместе с тем, все, что под ними, так сказать, стоит, ну, вот водородный цикл разложения озона, кроме хлорного, на который основан, есть еще водородный цикл разложения озона. Водорода в земле очень много, в жидком ядре растворено. А это вот показаны главные каналы, по которым этот водород может выходить на землю. Этот процесс называется глубинная дегазация. Для того, чтобы было понятно, что к атмосфере этот процесс имеет прямое отношение, я вам скажу, что сама атмосфера создана именно в процессе глубинной дегазации планеты. Вот этот процесс породил атмосферу, и он до сих пор происходит и влияет на атмосферу. Ну, это моя схема, это было, ну, чтобы вам было понятно, это реальная карта, вот эти срединоокеанские хребты, это и есть те самые каналы дегазации, по которым вот этот озоноразрушающий газ выходит на планету. А вот теперь вот я показываю озоновые дыры. Вот антарктические, видите, внизу такая. Вот такая звезда. Я вам показал там вот эти самые каналы дегазации, эти срединоокеанские хребты, и мы видим, что вот форма реальной какой-то озоновой дыры, которая прям так вот она у нас по этим хребтам идет. Вот такая, вы никогда и нигде не видали, вам никто не показывал таких вот озоновых дыр. А уже 30 лет летают спутники, озоновые карты, и они каждый день появляются в интернете, в свободном доступе, но их никто не комментирует. Мой эксперимент тоже в пятом году проведен, водородный датчик, который я на Хибинах поставил, показал полное совпадение, вот внизу, потери озона на Мурманской станции, а это на Хибинах мой датчик показал пик. То есть свою вот эту концепцию я уже лет 6 назад доказал экспериментально. Ну, а это, переходим к другой части, кислородный цикл озона, который говорит, что озон образуется при поглощении короткого ультрафиолета, а при развале этой молекулы выделяется тепловое. И вот поэтому там, где пик озона у нас в атмосфере, на высотах, примерно, 25 километров, выше него мы видим температурный пик, стратосфера разогревается на десятки градусов. Ну, естественно, если мы этот пик чем-то срежем, то вот этот пик провалится сюда вниз. Вот эта модель показывает. Если хоть топором прорубят озоновую дыру, в данном случае водородом, приходит вниз тепло и разогревает поверхность или в океане, или на суше. Вот мы сейчас... Ну, это еще такая картинка Кондратович, профессор из Питера, показал прямое соответствие содержания озона напряженности магнитного поля, повышает и температуру на поверхности Земли. Вот аномальный холод прошлой зимы в Европе. Вот так все занесло снегом. А вот мы видим содержание озона здесь. То есть, видите, повышенный озон, снег в Европе. У нас аномальный холод в Европе уже в декабре этого года. Опять мы видим много озона в Англии в снегу. Вот это просто сообщение из информационного агентства. А вот два пятна. Это вот в Англии много озона, а это в Греции мало озона. И вот мы сообщаем, что в Греции за первые дни рекордная температура в столетии, 29 градусов жары, а тут же совсем рядом, в Англии, минус 18. Прямая корреляция с озоном. Так. Ну вот видите, вот теперь на Северном Ледовитом океане. Вот это все то, что я вам покажу. То, что сейчас называется глобальным потеплением, катаклизмами, и в чем обвиняется углекислый газ. Ну, это то, что я вам назвал. Это я показываю ссылки на реальные источники. Вот катастрофические осадки, я вам уже сказал. Это в Албании. Я вам эту картинку показывал. Вот здесь вот, на стыке двух разноменных аномалий, выпадают катастрофические осадки. Понятно, что две воздушные массы, соприкасаясь с разными ПТ-условиями, они их тут же, так сказать, нивелируют. И один из способов этого является... Так. Это сброс в Европе урагана-убийцы. Вот они такие вот. Опять где они прошли? Вот по стыку этих вот. Франция, Испания. Тут вот они пошли. Ну, это... А, это вот интересная картинка. Плохо она видна. Вот 3-4 месяца. Ноябрь, декабрь, январь. Страшнейшее наводнение в Бразилии, в Южной Африке и в Австралии. Вот на одной широте. И все мы видим в одинаковые зоновые позиции. Стык положительной аномалии. И стык вот этой озоновой герой антроптической. Ну, это вот так вот. А это срединноокеанские хребты. Это хребет Ломоноса. Вот от Атлантики сюда тянется. И вот мы видим. Вот озоновая герой. Видите, она прямо над хребтом. Ну, и вот все выводы. А выводы очень простые. Значит, вот я вам показал. А это я сделал еще 20 лет назад. Доказал 10 лет назад экспериментально. Я на этом защитил докторскую. Прошел мощную апробацию. То есть, это реальность. Монреадскому протоколу 25 лет. Четверть века. И хотя бы вот при помощи общественной палаты я бы поставил условиям пролонгантского и киотского протокола, над которым вот сейчас все бьются там вот недавно в Мексике собирались. Это такую вот ревизию Монреадского протокола. А почему? Авторы одни и те же. Потому что, естественно, американская промышленность на запрете всех иных фреонов, они R-134а придумали отравляющиеся вещества. И, конечно, получили колоссальные выигрыши. Ну, а мы все, кроме того, что промышленность, мы дышим отравляющими веществами. Потому что вот этот всякий R-134 разлагается по определению в зоне дыхания, особенно в курящих, и выделяет всякие фазгены. И чем больше мы их выпускаем, тем больше мы движем. Вот экология, научно-технический прогресс. А вот в свете нашей, я хочу сказать, что основой любой модернизации должна быть правда. Можно ли влиять на концентрацию озона искусственными способами, износферными излучателями, которые стоят в Гренландии, в Тремсе, на Аляске? И как это будет влиять на погоду? Нет, ну, на погоду будет влиять таким вот образом, который я вам рассказывал. Можно ли влиять искусственно? Можно, но ненадолго. Когда включается излучатель, там идет влияние поля, и концентрация озонов возрастает? Дело в чем? Я могу сказать, что когда была аномальная жара, у нас на территории России стояла ровно два месяца вот эта озоновая аномалия. Многие сказали, что это... Управлять ими можно искусственным способом? Спутниками? Я думаю, я знаю, что такие разработки велись и у нас, у нас они закончены, там наверняка, я думаю, в какой-то мере. Но! Вот с мощностью вот этого процесса, природного, я пока не заметил нигде вот такого реального искусственного воздействия на зоновый слой. Я абсолютно с вами согласен. Вот по поводу хладонов, в частности, и фреонов. И это при том, что в России есть свои разработки. В частности, вот, наверное, лучшая на сегодняшний день по эффективности в мире разработка профессора Мазулина. Это новый хладоагент, который может заменить и старые хладоагенты, и 134-й. При этом не нужно менять оборудование, при этом колоссальный выигрыш по экономике, особенно при низких температурах. Но, к сожалению, так сказать, эта разработка не внедряется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова